ехали короче вторая часть нашей программы и ента обзор модели рэвел начнем с чего короче модель предоставил магазин я моделист спасибо вам большое теперь будем делать так я собираю эту модель в режиме оффлайн видео то есть будет пошаговая сборка ура первая модель который пошагово собираться на нашем канале это фольксваген гольф 1 и будет выходить примерно каждую неделю после того как я приеду из москвы приеду я 16 числа будет выходить неделю по 30 минут серия ну и сегодня вот начнем вступительный такой я это сделаю все на стриме и начнем с чего собственно с коробки или с историей давайте с историей правильно да если мы же типа правильный моделисты мы должны историю это скажем так жила разные бывают правильные моделисты одного типа мне нравится потому что не знаю я привык как иногда делал после военной техники это вот военно-технический подход в общем он свой не а фольксваген гольф 1 1976 года выпуск из меня не настоящее время имею право рассказать историю начнем с историй начни тогда с это тогда с не битва сразу пожалуйста все мы прекрасно знаем что почти практически единственно гражданским автомобилем фольксваген на то время и раньше был фольксваген битл любимой машины гитлера соответственно после 2 мирова он тогда кефор потом битл фольксваген после второй мировой войны был в жутком упадке из-за этого дела потому что никто не хотел конечно же после войны с германией покупать машину гитлера вы что как все мы знаем но может кто то не знает я пожалуйста поведаю после того как наши американцы вошли в германию начался раздел имущества так называемого в кавычках наши с американцами начали делить заводы так вот если мне не изменяет памяти почему то есть такая информация у меня то что владельца концерна бмв баварского попросился к жукову потому что американцы вот он что-то обещали очень сильно нашпиговать и он очень сильно молил чтобы жуков забрал его под свой этот не помню чем эта вся история закончилась фольксваген же достался западу и возглавил он то время английский какой-то военный имен фамилии не буду называть я их не помню чисто у чувака возникла проблема что же делать как поднимать это же на это может деньги заработать машина реально хорошие были даже что они не важно что они гитлеровские были и он придумал программу в америке в англии там где солдатам второй мировой войны и просто вообще солдатам давался бесплатный автомобиль ну там не бесплатно за некоторые гроши которые в то время могли помогать поддерживать производительность да и в то время было настроено очень много тех моделей уже просто надо было отдать и собственно за бесплатно это все у нас гитлера Гитлера начали брать модель машину модель что-то все на модели но брать 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 популярность в америке она из-за этого стала набирать как машину уже да то есть начинает потихоньку забивать что это кефор это битл это не гитлер это ладно машина потихонечку стал модернизироваться в это тоже не буду дарят ударяться мы сейчас не битл собираем ну и вот 1920 лет прошло да там вышел потом транспортер всем известный да ты один машина хиппи тоже американцы очень любили этот фургончик ну и все равно был кризис завода и нужно было в этом кризис выходить 60 70 года большой кризис концерна volkswagen и тогда было придумано две модели это volkswagen golf но без gti да просто гольф пока что и volkswagen passat планировалось что эти вы при выпуске этих моделей очень сильно поднимет рынок да так оно и случилось вышел golf 1 golf 1 gti 76 году вышел двигатель на нем стоял audi от audi 80 110 лошадиных сил максимальная скорость 82 километра в час от 0 до 100 за 9 2 секунды у нас сейчас даже лада примерно также разгоняется наверное если немедленнее то есть учесть что это 2016 год а это 1974 просто гольф вышел в 74 году двумя годами ранее вместе с пассатом собственно не взорвали рынок volkswagen вышел из кризиса мало того гольф один заложил начало современным ход хэтчем почему я так люблю гольф вот вы говорите что он скучный носок все дела у него есть своя очень благородная история и это реально эталон гольф-класс нельзя гольф-класс придумали именем этой машины это лучшая машина своем классе кто бы еще не говорил сейчас начнет говорить про импрезу сейчас начнет говорит про lancer сейчас начнет говорить про тойоту королу всеми любимые которые до производства самое большое но ездил я в них сидел я в них не те это машины извините меня там японофилу также опять вот я гольфа дрочер на цивик имел ввиду они корову и королу и цивик все начнут японская сейчас защищать ноги немножко историю закончился коробки ну вообще модели 2014 года туда же он шильдик есть может быть вам видно вам динамо нам все чуть бликует вместе с концерна volkswagen модель была создана пройдемся по коробке здесь то есть мы можем увидеть да уже здесь понятно что что-то рэбл придумал прикольное ибо подкапотка очень ну типа на карте китайными не лезла сейчас пока еще в коробку чисто первых впечатлений от коробки когда ее берет человек двигатель очень хорошо проработал салон очень хорошо проработал плане приборная панель там да видите все все прорисованы и так далее нынче нынче что это мой опыт даже это не каким галланд галланд галлограмму типа лидер цензия да 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 цена ее до 2000 час пожалуйста магазин я модели сможете купить его собственно там были полосам грана до повышения курса она стоила виду где-то полторы вот она сейчас чуть-чуть побольше стоит но не надо рассчитать на принципе подорожала ну и собственно что здесь мы же немножко не ориентируясь 2000 это сколько в долларах ну примерно ты свой с лёжи поправку лента 5 на 7 до 5 в общем ответишь ему после это мало да там сейчас надо такие недорого по традиции на задней стороне у них обзор других моделей тут стать тоже представлены новинки некоторые да вот формула redbus к 24 и бмв вот эти кстати две модели бмв тоже очень клёвые я их в дальнейшем планирую собрать потом новый т1 по-моему тоже никто ли перевыпуск или просто новый декаль не могу по ним не понять ну что ж приступим к самому анбоксингу я честно уже полазил порадовался слюни попускал ну типа тут поэтому немножко что-то будет кстати говоря по поводу количества деталей сейчас я найду цифру чтобы мне вам не врать очень много деталей в револе то есть это достаточно но не помню сейчас в инструкции посмотрим интересная коробочка открывается не есть не типичная нестандартно стандартно 20 это 8 долларов 2000 рублей сейчас вот ну меня встретили три пакета инструкция кстати говоря толстая там . это каталог пакет с резиной отложу сейчас пока пластик начну с инструкции инструкция довольно жирненькая кстати говоря ну вот я вам пока тут визуально покажу немножко камеру мне надо придумать как поближе поставить на самом деле лист декалей декали достаточно неплохое качество ну хорошие скорее всего качестве они тоненькие вижу не ну не жирные как у томи у томи допустим жирные декали да на так поймать вот красном решетка gti я буду все это дело накрашивать все вот эти черные полосы я тоже буду накрашивать декали я скорее всего положу здесь только на приборку где она тут вот она вот и на сиденье то есть фирменный gts полосы а вот что еще инструкция толстенькая проглистав инструкции я понял что будет непросто потому что рыву реально решился проработать то есть сколько тут страниц всем скажем сколько тут страниц тут извините меня не считается декалями целых 18 страниц ну прям как на руки тбани книжечка фокусируйся вот фокусируется камера ну и как бы деталировка очень классная все дела конечно вернемся потом походу дело я буду очень тщательно разбираться инструкции стримов там все показывать маркером отмечать так далее на все пластику кузов вуаля первый кузов который похож на гольф именно гольф именно я в руках вижу гольф и это блин не просто кирпич квадратный это гольф а ты в этот в первом все дела в гольфе нет жаль ну вообще не хотел бы даже покататься вот это очень классно и сюда надо кирилла был до экспертов по гольфам вот пластик пластик что касается пластика новый рывал не дубовый мягенький пластик очень тоненький единственное что осталось из косяков это короче облой на некоторых этих все больше я ничего такого не заметил облой немножко подточить немножко тут в некоторых местах как обычно бывает надо будет пошлифовать стыки от пресс-форм все вот я реально вот то видит то знает о собирал фуджиме где там вот это вот все вытянуто вот это все сплющено короче только спереди вот так на него смотришь трезвом состоянии со ста не 100 метров он похож на гольф то есть лично твое мнение во-первых острое литьё да как я понимаю тонкая расшивка да 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 все хорошо вот я вам показывают стараюсь но конечно немножко цичью там очень все сделано хорошо теперь критикам плетник двигателем отдельным кстати прощение я без них что что теперь перебил ручки я так понимаю отдельно до ручки отдельно зеркало отдельно почему очень много надо сверлить тут две версии есть ну как бы левый руль и правый руль английский европейская версия ушу английская другая вот скажем так вот один пакет развернули тут у нас есть днище со всеми прибамбасами очень хорошо поработана подвеска кстати говоря можем тут конечно заморочиться и допустим сделать вот заменить амортизатора на металл на пружинке ну скорее всего я это сделаю вот собирать буду я говорю сразу полный сток не буду я заморачиваться можно его конечно чтобы сделать по красоте можно тебя на секунду перебью можно по поводу пружинок на амортизаторы только не смеетесь и сделать лишь один раз такое на одной из своих моделей на какой не скажу на всех остальных я их тупо крашу в чем крашу сухой кино кисти я понимаю большинство желания новичков как бы но амортизаторы не та деталь которая держится которая видна которая ну кстати говоря я пытаюсь не знаю знаешь такие когда детали делаешь ты удовольствие от этого получаешь ты знаешь она там есть сделала она красиво выглядит если туда залезть фотоаппаратом и акцентировать не я не спорю просто вот такая ремарка дальше что мне еще понравилось я очень думаю я думал что модель будет проще если вы заметите вот эта деталь это подкапотка она собирается вообще отдельно инструкция то есть подкапотка отдельным блоком собирается потом вставляется уже сама модель этот блоки типа с двумя стойками всеми дела здесь вставляется аккумулятор собственно здесь собирается двигатель детализация мне понравилось честно говоря для просто пластика для там все вот эти вот рюшечки точечки болтики они все проработаны я когда отдельно буду собирать я скорее всего отдельно серию бы первым делаем собирать двигатель вот стать вопрос можно можно двигательный отсек там я не вижу просто даны какие-то про провода для ответы за вместе с ними или нет выход на нет там проводов нет на самом деле двигательном отсеке я сейчас смотрю еще раз и эту шланги всякие мне этого ничего нет причем самому надо будет все делать но это уже характер хорошо вот потому что на старых дамы моделях стещать это все дело это был еще тот гейма вот собственно едини косяк вот он облой для видов прям кусок лишнего пластика вот такие вот редко сейчас бывает на самом деле очень короче надо мне камеру ближе ставить на самом деле ребят я понял и следующие видео все будет хорошо потом будет таймлапс и эту грошку знакомому взял так что все будет хорошо вот в общем двигатель отдельным литником классно там все на этом дело проработаны так далее решеточка решеточка тоже все ну то есть там недалью там еще чего-то этого нет все отсвечивает в общем все эти вот полосочки на решетке очень классно проработаны дальше что у нас тут что меня тут еще удивило а сейчас будет не знаю я ты я посмеялся и от радостас просить из них на и по поводу решетки решетки то есть и нич не считая что ее нужно корицы заменять то есть пытаться вырезать нет не надо зачем просто чтоб через не было видно двигатель там двигатель такой подробный компакт открывается значит очень как бы часто решетка понимаешь она была знаешь как у новых типа сотообразная сетка какая-то которая дается на модели собственно целиком ее можно заменить на металлическую я с тобой соглашусь здесь решетка очень часто и если все это дело покрасить черным ну и там типа пролить то не менее мало будет вид я не считаю это как-то заморачивать вот что меня порадовало первая модель для меня лично в которой я вижу отдельно деталь крыши крыши внутри салона а вот интересно это реально потолок называется да 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 потолок извините за мой английский и французский блин реально потолок но это серьезно смешно и блин весело я первый раз вижу потолок то есть я первый раз в жизни вот так переверну модель не будто стеклышко вклеивать а вклею туда человеческий потолок который я могу затонировать и красиво сделать это же круто что я бы сказал что козырьки я бы все же сделал отдельно или как-то их прорезал бы можно иногда кстати опустили шрифку типа поинтереснее будет вот больная тема некоторых людей спинки заклеиваются на передних сиденьях то здесь детали это все же но отдельно задние сиденья в общем для тонировки я могу все дела показывать кем тонировать салон много очень всякого простора и мне это очень нравится дальше кстати очень клевый руль проработал может быть конечно покажется толсто вот но по мне так прям каев на ней у травы life нету скорее всего отдельно есть но я не приобретал траву боковые панели еще не видел боковые панели салон тоже вот я вот так публикую его расширку очень тоненькая хорошо все выделяется отдельно даны две панели приборов тоже с проработали там все видно магнитолу все сеточки все хорошо видно не залито то есть отдельно фотографии могу обзор сделать то есть вам потом дальнейшем и на кита мало почему-то две панели типа правый руль и левого левого да ничьи всем привыклаждают подсказки простить проработала что тут еще есть ну собственно собирать модель трех частей это отдельно собирается блок салон блок двигатель даже четырех блок нища и блок сам кулку кузов вот а можно тебе попросить чуть ближе к анну камере дверные к анну карты интересно на ручки для нас а пожалуйста я говорю я не знаю у меня немножко свет вот ручки вот я поймал хорошо прошивку ручки вот сейчас я подержу публикуем я вижу да спасибо вот вообще промкошено ну классно все сделано не знаю диски вот диски конечно на любители стоковые на любители но я их и делал все таки сток и не буду делать все дело они тут собираются четырех частей не отдельно диском как мы обычно привыкли там на и видите так далее да тут вот вот раз это диски вот тут диски есть варианты будет полностью стоки правда в коробочке собирать я буду делать акцент что из коробочки имеет именно заводской вариант да 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 улучшай заработок далее раз я с тобой разговариваю я буду все сверять даже наверное чертежами я уж не буду в черте же база и вот если вы за зацепили эту тему по поводу чертежей я не любитель чертежей я не любитель вылавливает мух у меня принцип один должно быть похоже с глазом должно восприниматься похоже вот скажем вот это наверное основной при на принцип а вот гоняться там отношении третьего болтика к пятому говорится ну штуцеру четвертого цилиндра и так далее ну вот это не бою я кстати я нашел траву на этот автомобиль она есть мне потом скинешь она есть она 110 евро и там в траву входит козырьки приборка и кита ну там значки там всякие застежки стандартные возможно я его приобрету даже вот по полу тормозных дисков они ну они плоские я типа не особо разбираюсь как они были в реале логично что наверно не вентилируемые некие там не с дырками здесь просто они представлены как плоские и мальчики мальчики порта в травле они точно такие же плоские но все такие же год 70 что вы хотели в травле козырьки смысл их было давать они же такие более-менее объемные детали отдельным рассказом хочу уделить внимание литнику со стеклом с прозрачными деталями во первых каждое окошко дано отдельно вообще каждая то есть даже даже обычно бывает обычно бывает лобовое с передом комбинирует как мы видим каждое окно дано отдельно интересно как он еще войдет как бы состыкуется вообще я смотрел обзоры все хорошо вот смотрите я ввожу прозрачность хорошую то есть если вы там гнали кто то что то очень хорошая прозрачность то есть новый ревел ребят стоит покупать он очень клево где покупать пожалуйста много вариантов но вот самые нормальные цены я видел в магазине я модели спасибо еще раз напоминаю что модель представлена именно этим магазином да стекла 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 классные то что не отдельно это очень круто мне понравилось можно наверно даже придумать вариант или быть опущенным там полу спутно спущенным стекла же это все будет зависит от того что я буду делать начали с двигателя все таки свою сборку буду собирать двигатель не знаю хочу просто мне нравится буду делать проводками со всеми делами я выбрал уже какой цвет ну какого цвета цвета будет металлик сталь но типа стандартный цвет серый металлик я не буду собирать дело я не очень дружу я знаю что есть стандартный любимый цвет житая красный черный белый и металлик серебро ну типа серебро металлик считаю самый такой классный для себя вариант просто хочу сделать серебряный может может быть подумаю сделаю красным там надо будет выбирать оттенок последний пакетик которая не спаковал в обзоре он таки запаян надо ножик не ожидала такого поворота событий это пакет с резиной резина у этой модели ну как понимаем вся она гораздо тоньше чем у современных ладно будем грызть вот летающая резина повешу ее на палец две покажу что касается протектора пожалуйста увеличил вам протектора хорошо проработать резина в принципе не жесткая мягко то есть не дубовая датчан и нигде не блестит нет нету матом матовая матовая резина очень хорош пахнет резиной тут это вид видос на своих каналах нюхать резину так ясно что не лизин я решил хэш то что вот ну и вот типа блочек больше долги 4 вместо ответа пресс формы все в принципе на павуках я так понимаю надписи нету да ну откуда не было наверное стандартных надписей не ну я спросил они единственное что могли быть ну типа вот как у нас сейчас да там это выбито типа форма там пирели не написано краской а выбита там она как-то не знаю как это называется правильно сказать ну совершенно совершенно не имею понятия может быть она должна была быть на тех времен но кажется нет там кажется бочина была гладкой ясно вот ну это что касается анбоксинг наверное если у вас еще какие то вопросы пожалуйста я ну скажем так я не любитель точнее не не особый наверное любитель то есть я можно сказать практически холоден кольфа ну чисто вот как надписи я так смотрю на количество деталей на да 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 я и у меня есть револанская формула и я как бы сравниваю литье вот она проволока формула да но для сравнения очень дубовик гораздо там прежде потому что я бы взял я бы купил вот хотя бы вот именно что за месяц и испытать этот надписки оргазм от старого я говорю вот ребят пожалуйста цена я чем не удивило цена не недорогая для новой модели на магазине я мудрец как бы она по-моему 1600 что ли там стоит успеть урвать они там еще есть наличие и как бы у них это есть еще у ровного новой модели чем чем еще прикол ровного а и 8 918 спайдер и дтм вский бэхи вообще тоже вот точность такой же пластик точно такая же новая крутая деталировка вообще у них новый принцип работы вот если вы их возьмете по стране у меня была audi а 4 дтм вско старая не тот уровень уже сейчас сейчас гораздо лучше уровень то есть если вы купите вы не ошибетесь захотите там немцы такого собрать вот я после гольфа не знаю возможно или р-8 блэк эдишн соберу либо по его и 8 кстати вот по поводу нового рэн дурэвала я себе заказал их миник роли не потому что я его мне удалось скориться его пощупить руками когда я был у саши когда мы вот мы ездили фотографировать теста роста вот очень интересная модель сказка скажем так вот он выразил очень интересную мысль что такое ощущение что рэбл нашел свою нишу в том чтобы где-то сделать какие-то модели которые были сделаны другими производителями но с учетом как бы новых косяков точнее точнее с учетом их косяков и новых исправлений то есть если вот провел продолжит в том же духе у меня это будет компания номер два после компании аушима которая делает хорошие модели правом последний он уравил есть сайт там где типа модуль dreams что ли в общем там он голосование выбирать какую следующую модель они будут выпускать собственно этот гольф я и 8 это выбор на именно ты голосованием если что но если чуваки и слушать мнение людей это очень полезная вещь как бы тебя не забыли они они не собирают у нас вот фирма звезда грешит они вот уперлись в маркетинг женщина тут не знаю корректно некорректно вопрос задали почему то за абсолютно корректно нормальные с рождения как говорится вот как родился вот столько говорится и заикаюсь очень давно 43 года в общем подводя итог по этой модели хочу сказать что рыбал поднялся новый уровень по поводу цен цены на модель в россии они пока недорого и не знаю сейчас вообще еще дешевле нами будет то что курс упал где купить магазин я модерист пожалуйста или там не знаю где вы хотите но на я модеристе адекватные цены я нашел да там кто-то поспорит скажет что у них на некоторые модели цены неадекватно все модели которые я искал цены там были нормальные там более-менее нормальные цены для скажем так ты магазина не для частного подавца аля вот вконтакте так далее для магазина нормальные цены я у них тоже не наберу план такой двигатель потом работа с салоном на двигатель я покажу ну типа как работа с проводками для меня это будет на самом деле не знаю в качестве именно работы с моделью с автомобилей я ни разу самодельный проводки не делал я хочу здесь это дело том что гольф моя любимая машина одна из самых любимых дальше буду работать салоном показывать вам с осветлениями с техникой высветления и так далее жене я отдельно показывал на этой попал на восьмой чем на девятый его решение на митсубиси вроде оценил даже понравился очень рад покажу техники я мы спробовали тут с другом однокомпонентный лак с ретардером в общем все это будет в сборке моделей спасибо я моделисту за предоставлен я вот еду в киев на выставку ну собственно я уже договорил в начале киева господи стрим на стрима что в конце мая еду на выставку в киев я не знаю ребята вам будет интересно когда я вернусь чтобы я сделан такой фотоотчет потому что я везу с собой как бы фототехнику я с собой везут говорится вспышки и так далее то есть я буду фотографировать много и плотно интересен как бы вот вербил вернуться снова на стрим сделать небольшой фото о чем ну отчет о выставке в киеве 2 спрашивает второй гольф тоже такой же качественный нет второй гольф от фуджиме у меня лежит могу сейчас показать если он не хотят вещичей россия просто космически ужасно и не знаю мне было стыдно когда я вас он просто реально у бога самый ну более-менее похож на правду 4 гольф 6 гольф который я сейчас продажа после 5 извиняюсь 5 гольфа 4 4 фуроритетные вот они из производства с него пятый гольф но фуджиме сами понимаете да там более менее похож но вот этот вот пока из по деталировке по геометрии один из самых лучших которые я видел а кто такой аэро и вот что он самые лучшие по геометрии ты как-то сравнивал ну из первого вообще из всех гольфов первых да я видел только фуджимовский и томиевский и от реально этот гольф похож на те нет тем более томи и только в режиме в варианте гоночном есть кольцевом там каком-то непонятно вот что касается всех остальных гольфов они все фуджимовский 2 3 они дубовые и тоже не похожи и 5 но 5 более-менее потому что типа уже прогресс там какому-то году к не знаю кого год выпуска модели у прогресса културный уже придем дошел там более менее модель нормально четвертый гольф то низкий но извините мне конкуренции увидели кто знает вот и и пока вот всех вот который сейчас есть на рынке это самый качественный модель гольфа похож на гольф много деталей крылья это господи потолок еще вот стоит один потолок качествует детья то изменился и я говорю более подробно каждый блок я снимать ближе лучше все показывать смотрите это будет придется сидеть инструкцию уже и изучал там со салон клеится на от нищей ли сначала в кризисов кузов потом уже пищи не буду врач если посмотрю кажется сначала кузов потом еще не буду врать потому что суд учили это болезнь которая у меня спорта вот вот типа сейчас показывал он вклеивается а потом днище сверху но отлично да все проще все вопрос ответил очень много надо типа тут сверлить до сверли вы тут показано что тип сверлить и тут сверлить и здесь чтобы вставить это вставить то каждый под свой вариант ну достаточно интересная модель не для ну не знаю не для начинающих так скажу ну да тут хотите делать это явно повозмущаться возьмите гольф гольф автор его этаж и нам по сути интересно а почему вы думаете что вот нет для начинающих ну понимаешь много мелких деталей много большая деталировка чем еще грешат начинающий понимаешь а вот они клея ляпну да шматок клея рядом видно вот такого всякие дела здесь это дело заливает расшивку заливает геометрую заливает фигурности какую-то вот не знаю как тебе это сказать вот честно сказать как я думаю что наоборот немножко ну может быть это спорное но мнение давайте как можно вот обсудим или там следующий раз но я думаю что вот как раз таки и когда модель имеет хорошую стыковку и качественные детали вот как я вижу независимо стак какое их количество не там много их или но мало собственно мне кажется наоборот именно такие модели может быть для начинающих которые собирают нам скажем пятую ну может быть десятую модель в любом случае собирать лучше с модели которые хорошими стыковку просто лучше набираются на нас начать с простой модели ну хотя бы более-менее про не но если вы хотите именно гольф ну для простоты соберите фуджиме но вы немножко помучатся в качестве максим спрашивает второй гольф отрывала дрова или тоже такой же сейчас я продемонстрирую второй гольф отрыва нет по моим ощущениям второй гольф отрывала хуже фуджиме лучше ты держал их оба в руках или я ни один не держал в руках я оба смотрел в интернете изучал только спешу напомнить что у них тоже есть у него тоже есть вся детали русская на самом деле обычно фуджиме просто берет копируют и немножко переделают и такая типа опа у нас есть типа своя модель ну да лучше не пришел так что скорее всего может быть он то на самом деле одна и та же модель просто немножко допиленная поэтому если это допиленная модель то она может немножко быть лучше вот смотрите собственно по картинке тоже видно что здесь типа есть двигатель здесь типа хорошо продетажировано фотки кстати клевый салон вот второй гольф ну он у меня тут немножко уже покромсный алексей стать может заценить что тебе едет я давай вот типа все детали тут есть на самом деле как вам сказать вроде более-менее что-то из себя представляет но он немножко уродлив именно в виды виде спереди что ли так сказать геометрия неправильно у него у него чуть-чуть но кстати сбоку у него гораздо лучше чем у допустим у той же самый фуджиме опять же не хочу никого обидеть вы говорите геометрия там правильно или неправильно вы сравнивали это дело да вот все геометрия сравнивал есть фотки даже кто-то от нас к кастам проверял ну как бы как сказать у фуджиме грешит тем что у них геометрия не то что не соответствует она настолько другая что ты смотришь на модель и ты не видишь ни той машины которые как бы ее делали по оригиналу то есть они абсолютно другая геометрия и вот абсолютно по-другому воспринимается модель когда вот есть небольшие там наше различие между моделью и авто это я считаю нормально я не к этому не стремлюсь никогда но когда она выглядит абсолютно по-другому например вот как самый яркий пример это марк 61 кузове toyota вот он ну вот ну две разные машины вот вообще там ничего общего между прототипом и моделью нету вот вообще вот вообще разные модели все ничего общего ну да вот вот сверху будет больше дал на грани вот такого кстати говоря так очень реально фуджиме только бюро вал то ли наоборот но они принципе похоже но если вот не знаю на камере не видно я очень смотрю такое счастье что на фуджиме мамонт наступил сверху ну никогда вот я просто у меня был второй гольф настоящая машина у меня была и у него другая совсем форма и он намного милее он такой такой миленький даже если ты даже кстати вот смотреть не знаю сверху у него просто такая форма такая туповатая такая высок повыше крыши немного и он как-то так вот он в общем имеет некую свою шарм равал побольше он настолько стрёмненький что он даже вызывает симпатии в плане даже разная как или колесная база то что я вижу ну да 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 то есть вот видите тип он шире и больше уровня но он немножко не масштабный я это знаю я читал разные проемы оконные я вижу да но прикол в том что допустим вот проработку его лучше детализация днища детализация подвески там подвеска же ваще у фуджиме дается дубового там балка вот такая металлическая и все типа и забили мы на заднюю подвеску и на переднюю также там две балки ясно но это точно то такая же проблема как у альфы у тамины и у гонзовой гонзовой альфа это просто вот где-то рядом рядом держала и все скажу так про второй год ревел лучше чем фуджиме но они оба до настоящего не дотягивают но типа не похоже год им хо ну окей дни я верю я и не спорю ну ты посмотришь что живую тебе оба приедут но я все равно хоть вот и пока это тип одна из самых лучших моделей альфа поэтому я так и заверяю который я видел у меня в руках были все и 5 от фуджиме 4 только не был в руне всем не быть и поэтому ты не было тамеевского четвертого не было сильно его хочу не знаю влаева его плакаю до достаньте мне 4 вот ну на сегодня я вообще планировал закончить можно так обсудить общие модельные философские темы как мы любим обычно так обзором закончен давайте доведу до финиша напоминаю ревел гольф gti один сегодня в анбоксинге новая модель 2014 года выпуска от фирмы ревел очень все хорошо сделано с начиная с середины мая будут отдельно каждую неделю серии спасибо нашему уже собственно так сказать так скоро то есть примерно через неделю ну да будут серии выходить по одной неделе по 30 минут спасибо нашему спонсору магазина не мало немного 20 30 это вот так я думаю ты будешь таймлапсом сайли юрины и кулу где я не буду стримить это будет офф видео я буду монтировать я буду вырезать монтировать ускоренный да 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 понял вот спасибо нашему спонсору я моделист а подписывайтесь на его канал на его канале будет делать дублироваться еще или на моем адрес канале каналу да да у него есть канал просто подписывайтесь переходите у него очень много всяких тоже технологий различных сборок и так далее интересно я не знал что у них есть канале только джимовский видео пожалуйста подписывайтесь находите youtube прям так называть я моделист знакомое оформление смотрю зального сайта вот все переходите вот ну а теперь если хотите пофилософствовать пожалуйста где-то да давай положу положу свои ручки на зеленый столик и буду чесать я начну давай так сейчас начал просто посмотрю комментарии может что это интересно ведь такого ничего нет интересно смысле здесь ажа ну да вижу ну ладно вот лично было интересно на эту тему начать небольшой мини-холиварчик вот есть типа европейские машины есть там японские есть американские вот у них есть кит свои стилистики но в целом при этом у них есть кит свои другие но какие-то удачные машины какие-то заимствование у друга друга это абсолютно нормально японцы первое время вообще просто копировали половину и ну и тех и других и и вместе потом скрещивали во что-то и невероятное в итоге они какой-то выработали последствии свой стиль более менее но в целом сейчас все смазалось в одну большую одно и то же на самом деле нет разделение на странные на какую-то философию дизайна в одной стране другой сейчас как бы правит некие другие правила и сейчас сейчас как бы нету мне кажется никакой привязки к страде есть просто типа вот этой марки вот это этот такой ну скажем так мы и дальше опять перебью немножко вы там это живы или нет там ребята то там в комментариях пишите то может что-то показывать вам я просто не знаю что делать на самом деле я на на сегодня жилье не теряю чего чего я давай пили аэрокобра о точно ломать не строить сегодня буду ломать давай разнообразие может вот да по поводу как бы машин почему скажем так я не люблю и современные автопром том числе он даже шуткой технологично а на самом на чем ездишь я же говорил печали только 10 дней не смейтесь меня даже нет прав и где-то вначале сказал что тебя нет не было тот момент прав я я думаю может уже есть нет нет прав о нем не прав есть прав моей супруги она меня как катает ну это тут хоть и большинство кто сейчас тут присутствует смотрит нас нету прав так что это нормальная ситуация и не объясню мне 43 года и со сани умея водить машину у меня право бы и ну были но вот именно в израиле я даже не одни стал перес пересдавать как бы на местные права скажем так ну точнее на между международная этому есть одна простая причина ну скажем так в израиле очень дорого иметь машину которая для души от меня машину для души это всякие итальянки или бдмв да нет я ничего не говорю она реально для души она больше ничего на них повседневной езды машины вот то есть я бы скажем ковырялся в чем-нибудь таком как говорится вот на ее нам со спецованными колесами или не спецованными колесами ну скажем с честными машинами которые имеют минимум наворочек и максимум вот этой вот я не знаю как это объяснить вот этого духа души ну эфемерное понятие ну вот примерно а вторая самая главная причина я время в украине работал в фирме которая занималась установкой всяких детских площадок площадок для занятия спортом по всему израилю и приблизительно два года и 8 месяцев день день я ездил по израилю как следствует сварщик вот то есть я ремонтировал эти все площадки я его объездил весь начиная самой северной точки кириад шмана до самой южной и и эйлада это горы я работа магиографии израиля но кто-то узнает уверен ну грубо говоря это вот за самая северная самая южная я был и в арабских поселениях и в еврейских поселениях и в русских поселениях то есть я видел израиль весь действительно очень интересная страна и можно меня назвать где-то патриотом этой страны вот я к чему неважно какой-то водитель хоть сам говорится учитель михаэля шушумахера да но это абсолютно не какой-то того и идиота который находится рядом с тобой есть сейчас настроена может быть это прозвучить странно ну страшно то есть плохие водители водить очень просто что вы плохие нет не то чтобы плохие скажем они не хуже чем в россии или не лучше чем в россии ну скажем я не говорю что лучше не менее я не в том плану плане я в том плане что специфика вот этого восточного менталитета накладывается на отношение к машине то есть например скажем для израиль и израильтянина машина это средство передвижения это мусорка это мусорный бак то есть они в этом плане достаточно не они аккуратны предпочитают покупать машины скажем так у русских ну смысле там я был на украине евреи в израиле я стал русским то есть покупать машину русский потому что русские не месяц национальности имеется ввиду русскоговорящие израильтяне они очень аккуратно относятся к даже машинам вот даже подходит такое поверье если в объявлении написано что машина там в отличном состоянии значит она мылась раз в год если написано что нам хорошем состоянии начну мылась раза в два года забавно да поэтому напоминает как египте там тоже примерно также все относится к кровь кишки у меня тут 100 восточные два восточных менталитета поэтому две причины почему у меня нет прав это вот я не могу как бы в израиле скажем так дорого содержать для себя машина которая для души который ты не ездишь каждый день во вторых очень маленькая страна очень большие пробки очень узкие дорога дороги свои специфика на местности они ареста нет небольшие получается совершенно то есть грубо говоря за четыре часа я могу доехать до северной полной точки от меня же опять же те же самых четыре с половиной часа до самой южной точки четыре часа за четыре часа до москвы даже я не доеду блин только на только на автобусе ну логично принципе такое решение нормально мне кажется я тоже на таких службе не 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 бы не работа машина а чё с налогами там налогами извините перри пи 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 перебил вот модуль спрашивает или едет кто-то киев я знаю что из россии едут как минимум три машины и летит еще пару человек сам самолетом это то что я знаю сто процентов а сколько там будет еще людей я не знаю знаю также что скорее всего будет вестись еще продукция от фирмы ну вектор но это вот именно те которые авиамодристы тогда вектор хорошая фирма собирала да я слышал не очень много хорошего вот я также знаю ну как бы я общаюсь очень плотно с арга организаторами выставки то есть это не пустое слово это не пустой звук что действительно из десяти стран приблизительно будет вот выставка точнее будут уча участники на выставке ожидается очень большая выставка там с 1 очень много много номинаций в том числе по радиоуправляемым моделям в том числе по картонному моделизму и что очень приятно есть и гран-при для для нас для автомобилистов я рассчитываю его взять ну что лишь удачи поедем в дружественную украину следующем году модель отдавать да не знаю которых кто их забирать там будет у меня все родственники в одессе ну скажем так если действительно вы соберетесь поверьте можно все это организовать то есть есть люди которые будут готовы их принять выставить проследить за ними тот же самый миша сама самарский я думаю абсолютно будет не против как бы помочь чем-то и так далее если будет что-то действительно стоящее у меня я бы бабы об этом подумал а так пока из того что у меня есть я думаю ничего чтобы не стоит тех усилий на самом деле у меня любопытство такое типа ну я бы я отправил на самом деле чисто ради того проверить честнее будет модель из россии а еще там организатор то наверное всем известные люди я так понимаю или нет одни из организаторов выставки но не насколько я знаю они известные люди собственно не известны на не знаю насколько они известны в русскоязычных форм точнее в российских формах дело не в этом поймите про она правильно встреч идет об ответственности и люди которые организовывают эту выставку они понимают эту ответственность я не думаю что там это из россии значит мы там что-то будем с ней делать вот че вот я хочу проверить же больно не пишет мне надоел на самом деле этот хохлосрач простите там за мой тоже пеже французский надоел далее у тебя есть опасения что на на поль на пуль на будут проблемой на национальной почте в этом плане да как у тебя есть опасения у всех у нас есть опасения до сих пор там друг другу нравим спасибо но даже нет не знаю у нас уже все остыло после того как как бы определенные люди ушли это у нас общение у нас все остыло и если забыли про существование эту проблему не просто но сначала хочу как бы определить себя просто одну простую вещь я так понимаю что люди которые организовывают такие фестивали такие выставки не все таки про модельки чем прополитива но надеюсь надеюсь вот знаешь я знаю фирму хорошую петербург вот так никита в работе у меня логи еще видимо это я почувствовал что мы приближаемся к по статей начинка закрепить да давайте при ребят Моталисты, давайте, прям, я не знаю, я честно, абсолютно совершенно не интересуюсь политикой, ну, в определенном мере, вот, во-вторых, не считаю, но, 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 и не смотрю, я тоже, нет, уже 10 телевизоров, но, в турнире. Че-то я не чувствую, что процессор начинает умирать. Ну, увидел, ты идёшь более-менее, а не… Нет, уйдет, умерло. А, тихо. Интивирус? Нет, я включил в ВБС, полноэкранный режим. Ну, теперь, сессуфер контакта, а, стоп, 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 стоп. попсу я взялся компьютером линукс ребят сейчас должен форма но вроде бы да я готова вернуться к политике это все вы уже закрыли эту тему полно нет я хотел сказать решите подавать перестать это все уже давать реально модели в общем я хотел как бы от себя отдать такое ну даже не напутствие или чего напуть, наверное слишком громко рун громко. Новичкам не знаю пожелания не стесняйтесь не стесняйтесь про одну спрашивать не стесняйтесь читать не стесняйтесь сделать модель и не стесняйтесь критики которые вы получите не бойтесь ее, не отпугивать пускай она вас пускай она будет неадекватная вы из нее выбираете то что вам надо головой своей скажем так я знаю Поверьте мне, никто лучше вас не знает косяки в вашей модели. А я считаю, это самая, наверное, тяжелая и больная критика, которую можно услышать. Ну, честно, я знаю косяки в своей модели. Мне, например, 2 250 Тестероса не нравится. Ну, серьезно, не нравится. Я понимаю, что я бы ее, наверное, сегодня переделал бы иначе. Хотя я ее вот окончил сколько-то месяц. Такая есть такая, я фразу, каждая последующая модель должна быть лучше в чем-то. Возможно, не знаю, я как для себя это как-то выяснил. Ну, каждая, у меня точно плавающая, это... Ну, иногда лучше, то хуже. Иногда бывает, там, типа, что-нибудь вот как у меня, допустим, да, с моделью Никиты Шиковой. Это вообще пипец, у меня тут вообще дисбант просто с нее. Да, дальше. Короче, ладил. Вот. Второе, что хотел бы сказать, вот, как бы, не бойтесь экспериментировать, потому что иногда, как бы, да, свежий взгляд, это... Может быть, вы найдете что-то интересное. Единственное, что, как бы, не старайтесь удариться в какие-то дебри. Все-таки золотую середину, как говорится, никто не отменял. Вот. Что касается меня, я вот стараюсь сдавать советы, стараюсь отвечать и... Ну, не знаю, за правило себе такое взял. Но я стараюсь сдавать советы только то, что без собственного опыта. То есть, фотографии делаю, экспериментирую достаточно много с красками, с лаками и так далее. Вот. То есть, если я уже говорю что-то конкретно, то, скорее всего, это я собственными руками попробовал. Если я в чем-то не уверен, вот, стараюсь быть неуверенным и, там, говорить о том, что вот этого я не подтверждаю сто процентов. Ну, опять же, говорится, не ошибается тот, кто ни черта не делает. Согласен. А спросили, а зачем-то вы тогда живете в Израиле? Ну, мне как бы 43, скоро я не понял вопроса. Смысл ли это? Нет, это сейчас. Сейчас. Ну, я вот сам до конца не понял вопрос, но вопрос был задан, когда разговор шел, почему, типа, не... Типа, вот, почему без машины и так далее. Вот, после этого рассказа был задан вопрос. Почему ты, короче, живешь именно в Израиле? Давай вот так. Как жить без машины в Израиле-то? Видимо, в Израиле-то... Смотри, тема объяснят, ну, простая вещь. Дело в том, что в Израиле, ну, я не знаю, насколько это интересно, но вот особенности жизни в Израиле, машина стоит достаточно дорого. Точнее, не дурное, как бы, простое дело ее купить, но абсолютно сложное дело ее содержать, потому что в обязательном порядке вы платите страховку. То есть, чем у вас меньше стаж вождения, тем выше эта страховка. Причем, опять же, повторюсь, это приблизительно 300 долларов в месяц выходит страховка, если вы водитель, скажем, от года до пяти. Ничего себе. Независимо от машины? Независимо от машины. Да, очень дорого. Даже в Германии в разы дешевле. Ну, у нас, во-первых, скажем, сам налог на машину, то есть, если вы хотите купить машину, приблизительно стоило 130 процентов. Вот. То есть, даже если я приеду в Германию, захочу ввести ее в страну, мне придется заплатить еще, скажем так, 200 области машины. Вот. Это одно первое. Второе, что вы платите? Здесь очень дорогой бензин, чтобы было, понятно, приблизительно 1,5 доллара литр. Ну, в принципе, как в Европе. Это, в принципе, такой средний. Третье, что вы платите, это так называемый тест. Причем, он обязательно каждый год. Вот, его расписывают на платежи. Ну, и как бы, вот, хорошо, если у вас машина новая, вы тогда платите, скажем, вы берете на суду и платите ее стоимость. Вот. Если машина не новая, то, скорее всего, вы будете платить за ее ремонт на пригодность, скажем так, все эти детали и так далее и тому подобное. Вот. Ну, зависит от того, как часто вы ездите. Ну, скажем так, машину просто не покатавшись на ней, то есть, вы еще не выехали, вы еще не завелись, вы еще никуда не поехали, она вам приблизительно обойдется 300, даже, скажем, 350, может быть, даже 400 долларов в месяц. То есть, просто она у вас стоит под домом, не в гараже, на общественной стоянке. Вот она вам окоится в такую сумму. Ну, естественно, считайте бензин после этого и так далее. Поэтому, посмотрев на всю эту сумму, я сделал, что называется, чисто еврейский подход. Так как я работаю всю неделю и вот неделю взять какой-то выходной куда-то поехать не имеет смысла. Поэтому есть смысл, скажем, ездить, да, там, выходные. Вот. Грубо говоря, это выходит 4 раза в неделю. Ну, вот, заказать какой-нибудь, какого-нибудь водителя с каким-нибудь личным транспортом, мне это обойдется раз 10 дешевле, чем я буду содержать собственную машину. Ну, да. Отлично, в мое мнение, оно может быть верно, может быть неверно. Кому-то он не может без машины. Для него это какая-то свобода передвижения, хотя он точно так же стоит в пробке, как и я. С другой стороны, вся, наверное, разница между мной и водителем, у которого есть машина, то, скорее всего, мне просто приходится какую-то поездку планировать заранее, что ли. Например. Ну, там без детства есть плюсы, есть свои минусы. Да, ну, машина в Израиле, это очень дорого. Кстати, по поводу машин в Израиле, почти нету раритетных машин, то есть их очень мало. Кстати, очень сильно в последнее время распространены корейские марки, это Hyundai и Kaya. Очень много японок. То есть, чтобы было понятно, до 90-го года, точнее после 90-го года, тут марка номер один была Subaru, потом Mazda, вот, где-то с 2000-х годов, вот, потом Mitsubishi сегодня, очень сильно Mitsubishi, это всякие Lan, Lan, Lancer и так далее. Ну, вот, в основном, конечно, перебивает это Hyundai и Kaya, их просто очень много, да. Перебить, я помню, что ты про однокомпонентного говорил, вот, что я задувал, да, с ретардером, вот, смотри. Это 43-й. Это 48-й. Еще почему 48-й? Потому что 48-й, военный. А, военный, окей. Но он будет гражданский версия. Это вот как раз, скажем, эти видео не видно, но вот мне нравится. Поблескивает он. Ну, короче, его полировать, конечно, надо, но, блин, лег вообще шикарно. Ну, ретардер, видимо, да, он дает свой эффект. Скажи еще такую вещь, посмотри на пороки, вот, на места стыковки крыльев и, скажем, дверок, там нету наплывов, он не стек туда. Нет, он растекся по всей этой, и все. То есть, равномерно подплылся? Да, 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 да. Отлично. Вон, я не знаю, сейчас. Поймаю. Тяжело, у меня немножко чуть-чуть камера встала. Вот, пожалуй. Ничего нет. Вот. Ну, отлично. Ну, видишь, я... По сполировке я еще раз тебе покажу и вам, всем, кто хочет. Ну, будет интересно, посмотри, да. Так, вот, увижу. Да. По поводу лаков, ну, видишь, я привык, говорится, двухкомпонентным. Не, это была вот эта шняга. То есть, я тебе его, в принципе, показываю. То есть, я вам показываю. Это вот такой лак. Ну, эмалиевой основе, он вроде. То есть, ну, хороший, одно компонентный лак. Лучше, чем ТС-ка. Вот все. Это я понял. Лучше, чем 13-я ТС-ка. Гораздо. Она есть в баллонах, кстати, так же, если че. Мистер Хобби, что ли? Мистер Калор, точно. Надо бы, чтобы попробовать взять все, у меня нигде просто его нету. Есть. Не поэкспериментировать. Я знаю, что есть еще такой же вот Мистер Калор, но какой-то в баллонах, так называемый, у Каннукатор. То есть, типа, не выцветает под ультрафиолетом или что-то такое. Не знаю. Ребята, я вам еще предлагаю тут начать закругляться, потому что у меня в это время подходит финиш в ремпо 11-го. Мне-то надо еще немножко другими делами позаниматься. Да, было еще интересно. Да, напоминаю, что в гостях у нас был Евгений Бакаев, дружище из Израиля. Спасибо, что пришел, спасибо, что рассказал. Спасибо вам, что вас приятно сидят. Интересные, красивые модели. Вот, давайте разрушать политические рампы, давайте общаться, давайте делиться опытом всем, кто чем может идти подружить. Вот смысл, не знаю, вывод. Спасибо, Леша. Спасибо, я. Спасибо большое. Спасибо тебе, да. Спасибо всем тем, кто нас слушал и имел терпение столько одно времени слушать. Мой бред. Да, ребят, все... Завыкающиеся голосы и так далее. Все там свои комментарии, недовольства либо внизу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал нашего партнера. Заходите к нам в группу Scale of the World, то есть там пишите, там вся информация по стриму обычно. То есть пишите, что вам не понравилось, что понравилось. В общем, обсуждение, приветствуются, комментарии приветствуются, критика точно приветствуются. Всем хороших моделей. Всем... Субтитры сделал DimaTorzok